Как делишка, ребятишки? С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую серию, где сегодня мы будем рассматривать топ-10 изменений, которые нам принесет новая версия Майнкрафта 1.10. Действительно, ребята, это подтвержденная информация. Эту инфу, эту идею для видео я взял в зарубежного ютубера, который называется iDeactivateMC. Эту идею я взял у него, ссылочка на него, конечно же, будет в описании. Это не русская идея, не русских ютуберов, поэтому не нужно говорить то, что я украл у них. Я взял идею в зарубежного ютубера. Если русские ютуберы не горят, в кого они взяли эту идею, значит, они сами воруют. Но я сказал, ребята, у кого я взял. Поэтому я также буду рад, если вы поставите лайк. Каждый ваш лайк для меня, ребята, очень важен, ведь каждый ваш лайк это для меня большая поддержка и мотивация записывать дальше видео. Не останавливаться, а не уходить с ютуба, а просто записывать дальше видео, потому что я, ребята, стараюсь именно для вас. Я буду рад каждому вашему лайку, вашей поддержке. И также, если вы вступите в нашу большую дружбу с самим подписчиком, вам нужно просто на меня подписаться, потому что каждый подписчик для меня как друг. Также, ребята, можете поделиться этим видео со своими друзьями, чтобы они также знали, что будет в новой версии Майнкрафта, а именно в 1.10. Да, ребята, а сейчас мы, конечно же, будем приступать. Первое изменение, которое будет добавлено в новую версию Майнкрафта 1.10, это полярный ведмедь и также детеныш полярного ведмедя. Полярный ведмедь это нейтральный моб, который не будет вас трогать, только если вы также не будете его трогать. Детеныш медведя это полностью мирный моб, который не будет на вас нападать, даже если вы будете его убивать. Еще один новый моб в Майнкрафте это улучшенный скелет в порванной одежде. Много информации о нем нету и судить мы можем его только по скрину, но даже по скрину мы увидим то, что будет отличное дополнение в мир Майнкрафта. Также изменения коснулись деревни с жителями. Если деревня засванется на воде где-то в озере или в реке, например, то автоматически будут сгенерированы деревянные мосты и дорожки, для того, чтобы было удобнее передвигаться по деревне. Люди, которые играют в Майнкрафт Покет Эдишн, наверное, знают, что это уже давно существовало в версии на телефон. Но сейчас разработчики решили также добавить это в компьютерную версию игры. Есть еще одно изменение в деревне Носатых. Сейчас дорожки будут состоять из земли, как будто с нее сняли траву. Дорожек с гравием больше не будет. Это также присутствует в Майнкрафт Покет Эдишн, но сейчас это также будет в новой версии Майнкрафт 1.10 на компьютер. Последние изменения связаны с деревней. Сейчас она также может спауниться в тайге. Там, где находятся ели, также бегают волки. Все мы прекрасно знаем, что это за биом. И мне кажется, что это действительно отличное вношенство, потому что сейчас у нас будет больше шансов встретить деревню в мире Майнкрафта. Изменения в аду. Был добавлен новый блок. Мы можем догадаться, что это, допустим, застывшая лава, потому что если вы встанете на этот блок, то он будет наносить вам урон. Он спаунется в аду в большом количестве, поэтому выживать в аду сейчас станет еще намного труднее. Еще одно изменение, связанное с Адом. Все мы знаем то, что Эндермен спаунется в обычном мире и также в Эндер мире. Но сейчас он также может появиться в аду и напугать вас. Да, поэтому будьте осторожны. Наверное, многие знают то, что в Майнкрафте существует вот такой блок. Это полностью готовый блок, состоявший из полублоков. То есть, если мы, допустим, возьмем полублок и поставим на него еще один полублок, то он будет выглядеть вот так. Но мы можем дать ему форму полублока с верхней стороны. То есть, он будет выглядеть как полноценный блок. И сейчас, в новой версии Майнкрафта 1.10, вы сможете скрафтить вот такой блок без использования вот этой команды. Он будет полностью присутствовать в Майнкрафте и вы его можете добыть обычным путем через выживание. Еще один блок, который существует в Майнкрафте, это полноценный блок дерева. Если мы заспавним вот такой блок, то вы можете заметить то, что у него просто нету края. Как, допустим, в этом блоке. Есть тут, есть тут. Но в этом блоке его нет. Вы можете это прекрасно заметить. И вот этот блок также будет добавлен в новую версию Майнкрафта 1.10. Поэтому сейчас будет намного проще строить красивые дома. Потому что у вас, можно сказать, появится два новых полноценных блока, которые изменят мир Майнкрафта. И, ребята, на этом все. Это 10 новостей, 10 вещей, которые будут добавлены в новую версию Майнкрафта 1.10. Это не шутка, это проверенная информация. И, как я уже сказал, идея взята у зарубежного канала, которая называется ID Activate MC. Если русские ютуберы не говорят, у кого они берут идею, значит, они эту идею просто украли. Но я признаю, это не моя идея. Поэтому, ребята, если вы хотите больше новостей, если вы хотите, чтобы мы дальше продолжали следить за новой версией Майнкрафта. И следить, когда же она выйдет и что там будет нового. То, ребята, ставьте лайки. Каждый ваш лайк для меня, это большая поддержка. Каждый ваш лайк для меня ценен. И он дает мне мотивацию для записи новых видео. Поэтому, ребята, если мы вместе с вами сможем играть 2500 лайков, я буду очень сильно этому рад. И я для вас выпущу сразу же новое видео на следующий день. И видео будут выходить каждый день. Это зависит, ребята, только от вас. Приходите на канал каждый день. Я всегда вас буду ждать, ребята. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Можете поделиться этим видео со своими друзьями, чтобы они также знали, чем мы тут занимаемся. И какие новости у нас будут еще в будущем. Поэтому, ребята, большое спасибо вам за просмотр. Всем удачи и всем пока.